что будет с долларом вот просто народ смотрит наружу открывает видео и смотрит да и народу как бы они же не понимают а там чем занимается маркарова и так далее до задницы ну неважно им не зовут следующая маркарова им как бы важно знать а сколько завтра будет доллара как они будут жить а вот это вот беготня по магазинам это же следствие страха истерики внутренней понятно и понимание что их судьба всем до задницы вот это вот оно и мы идем к дефолту как государство и экономика мы идем дефолт вернуть тот объем долгов которые на сегодня сформирован украины на внешнем внутреннем рынке без глобальной финансовой помощи глобальной невозможно поэтому говорить о том каким будет курс ну не таким как сейчас точно и исторически если смотреть на график роста изменения курсов валют у нас доллар евро что хотите дочь марка в прошлом никогда не дешевела исторически на длинном промежутке это всегда дорожающий актив потому что экономика умирает соответственно валюта становится дороже потому что не за что ее не хватает постоянно дефицит образуется это во первых во вторых я не увидел ничего что удерживал бы эту валюту в стране с одной стороны мы ничего не сделали за это время мы не думаем мы сейчас думаем о создании вице-премьера по промышленности не понимая даже объема его полномочий то есть что это такое вот вице-премьер по промышленности это кабинет 6 помощникова служебная шкода . это не министерство не штат не страти занимаются можно вернуть вопрос вы стратегию какую-то видели экономическую какая-то стратегия есть никакой вот окей была какая-то все пишут стратегия не есть да какие-то мы не презентованы просто но не это программные документы любого министерства но стратегии выживания страны план бы без мвф вот он есть вот мы уже три месяца бьемся и говорим о том что мвфа не будет есть план нет стратегия выживания государства украины и его экономики в условиях коронавируса есть план нету план кто его пишет дети академики которые бы написали этот план где они все условия выживания украины в финансовом кризисе глобальным уже не в финансовом экономическом надо называть очень своими именами это экономический кризис падение объемов производств сокращение рабочих мест и абсолютно это жировой запас будет проедаться всеми странами план выживания в этих условиях есть нет о чем мы говорим каких масках ну а вы сейчас опускаете на микро уровень ну саша можно устроить какие-то элементарные вещи не знаю просто элементарно когда-то вера ивановна как бы это ну примитивно не звучало там возила всех этих пенчуков ахметова и всех остальных а как чтобы они там в деревне зубка называлась ющенко чтобы она построила музей и дала там по миллиону или по три или по пять на какой-то колыновый гай который они там устроят почему сегодня нельзя собрать первую двадцатку сказать ребята как хотите бабки там на 100 и вл надо дать иначе стране каранты а сколько они могут дать ну я не знаю но там по три миллиона могут дать поделись что это просто это просто в копейки это ни на что не влияет все равно стране там надо купить чего-то понимаешь люди просто стали жиром дышим давай давай давайте оттолкнемся еще дальше пойдем к вопросу а шо купить есть планшо купить нету плану то есть позвать там можно и пойдут по три миллиона и по черта нет вычиск мега я напишу как микро пускает мазки аппараты искусственной вентиляции легких вот еще что-то еще что это же микро это это знаете это одно звено такой длинной цепи который называется стратегия выхода из кризиса не когда-нибудь реформа на этом если слово вообще не нравится но похоже на не знаю вот слово блевотина и слова реформа у меня вызывает на какое ощущение но менять систему здравоохранения уже некогда ее невозможно я не про реформы вообще говорю вот вы оказались у вас горит дом горит большой вы находитесь где-то в этом большом доме у вас должен быть план побега эвакуации как эвакуироваться как спасаться будем у нас все горит а мы обсуждаем уходит нам аппаратов вентиляции не мало того даже если вы законтрактуете сейчас у нас упадет весь фондовый рынок финансовый рынок так называемый у нас курс будет гораздо выше доллара чем сейчас а какой будет курс мне прогноз давать сложно но если этот процесс будет продолжаться обнуление резерву национального банка произойдет течение если они продали 850 меньше чем за две недели у нас всего 3 2 или 3 4 эффективных резервов которые просто ликвидные да вот они ликвидные остальных нет как они себя представляют вообще выходить из этой ситуации я и я возвращаю вам вопрос а что мы будем делать а что сделано за это время за это время переделены посады переделены должности а переделаны министерства переделены в два раза уже между прочим и все вот я вернусь к своему тезису о ларечниках вы были ларечником потом вам дали например что-нибудь вкусное и вы с менталитетом ларечника начинаете искать ну себя но вот с этим вот вот с этим уровнем сознания уже общались с академиками вы были на хоть одном круглом столе вы слышали людей которые что-то умные генерируют создают смысл и вычитали литературу нет вы ходили кассировали базар ok сделали вас каким-то большим чиновником министерстве допустим вот в этом министерстве сидите думаете помою-ка я песочек ну вот вот все весь уровень мышления этих людей вот у них давайте дерево попилим а что можно тут еще это спит давайте это все вот а какой план украл выпил к тюрьму ну в тенге не в тюрьму на нас да хотелось бы чтоб в тюрьму а на самом деле украл выпил за границу и они уедут и у них у всех паспорта уже есть и виды на жительство их как граждан пустят нас не пустят есть другой паспорт у меня нету и у меня нету то есть нас не пустят для нас например израиль закрыт а для тех людей не закрыт они придут как граждане собственной страны их обязаны пустить никакого карантина на въезд граждан страны не существует австрия пустят израиль пустят словакия пустят всех пустят штаты пустят ну а мы остаемся а